Каникулы у детей закончились и школьники вновь вернулись за парты. Даже те, кого родители переводили на дистанционку еще до Нового года, были вынуждены пойти в школу. Однако не все оказались рады возвращению к канонам. Дистанционка школьников за и против. Что думают о такой форме обучения учителя, родители и, конечно, сами дети? Смотрите в нашем сюжете. Всем здравствуйте. Садитесь. Да, все ученики вновь вернулись за парты. Именно так после праздников теперь начинаются будни школьников. Казалось бы, стоило только привыкнуть к дистанционке и находить в ней положительные стороны, как ее отменили. Родители, которые до Нового года могли сами решать, как их чада будет учиться, очно или на дому, сейчас озадачены. Добрый вечер. Огромная просьба помочь разобраться. В школе заявили, что с третьей четверти дистанционки не будет для тех детей, которые по решению родителей обучаются дома. Что все было организовано только до Нового года. И что на дистанции могут быть только зараженные и контактные ковид. В правиле школа обязывает выходить всех. Мало ли у кого какая ситуация. Поколение школьников и студентов, которые перешли на дистанционное обучение, выйдет на рынок труда без необходимого запаса знаний и с нарушенной психикой. Об этом говорили специалисты образования и родители. Еще до нововведений. Тем не менее, даже при этих безрадостных перспективах некоторые эксперты уверены, обучение онлайн имеет неоспоримые достоинства. Например, самоорганизация детей. Кажется, такого мнения придерживаются и некоторые родители новоуренгойских школьников. Несмотря на возвращение традиционного формата обучения, в городе, по данным департамента образования, почти 40 учеников перевелись обратно, на дистанционку. О достоинствах и недостатках обучения через зум-конференции говорят учителя и те, кого это касается в первую очередь. Конечно, в связи с пандемией, в данной ситуации, есть определенные минусы обучения очного. В первую очередь, это связано с тем, что все мы находимся немножко в таких опасных для нас условиях, потому что у нас очень широкий круг общения, как у детей, так и у учителей. Школьников готовы были вернуть в классы еще в декабре. Но и тогда некоторые предпочли остаться на дистанционке. На то были веские основания и помимо пандемии. Было учиться удобно, потому что в городе были актировки, и поэтому все ученики пришли на дистанционное обучение. Поэтому можно сказать, что я ничего не потеряла. У родителей мнения разделились в этом вопросе. Кто-то считает, что здоровье превыше всего, и поэтому ребенку лучше учиться дистанционно, если есть такая возможность. А кто-то напротив только заочную форму обучения, потому что только так их чада получит качественное образование и окажется конкурентоспособным при поступлении в ВУЗ. Частично за, частично против. Во-первых, дети остаются, если дома, не всегда может сработать интернет. Иногда очень формально усваивается знание, то есть вроде бы на уроке ученик отвечает, а при более глубоком рассмотрении проблемы, по сути дела, материал усвоен очень-очень слаб. Как мама я, конечно, за сохранение здоровья детей. Но с точки зрения обучения и качества обучения, конечно же, очная форма, на мой взгляд, эффективнее. Учитель может контролировать действия ребенка, потому что, находясь по другую сторону экрана, и я думаю, что учитель при всем своем желании не может проконтролировать каждую тетрадь. Новорингойским школьникам стоит дать должное. Они всерьез озабочены успешной сдачей экзаменов и будущим поступлением. Так, мне кажется, гораздо удобнее и продуктивнее получать образование, именно готовиться к экзаменам, потому что можно, если что-то уточнить у учителя, поговорить с ним лично, без коллектива, в коллективе что-то решить с учениками. На дистанционном обучении ты дома. Тебя позвала мама, какие-то проблемы дома, и все. Ты выключаешь камеру, выключаешь микрофон, и сидишь, и ничего не делаешь, не усваивается материал. В декабре мы все учились очно, после дистанционной учебы в ноябре. Чтобы лучше восприять материал и заполнить, возможно, какие-то пробелы, которые появились после дистанционного обучения. Живое общение с учителем не заменит зум-конференции. В Новом Уренгое родители и сегодня вправе написать заявление, чтобы их ребенок мог получать знания, не выходя из дома. А школа в этом им не может отказать. Вероника Самошкина, Андрей Тихонов, телерадио, компания «Сигма» для НУР-24.